Всем привет! А вы знаете, что в погоне за сокровищами американского коллекционера погиб уже четвертый искатель сокровищ? Между тем, владелец клада Форрест Фен утверждает, что добраться до спрятанных драгоценностей может и 80-летний старик. Клад, состоящий из старинных монет, старинных украшений и драгоценных камней и редких самородков, принадлежит известному собирателю старины из США, археологу-любителю Форресту Фену, разменявшему 87-й год жизни. По оценке владельца, сокровище стоит не менее 2 миллионов долларов. В своих мемуарах коллекционер написал, что решил сделать подарок кладоискателям и поместил клад где-то в скалистых горах, неподалеку от города Санта-Фе. А узнать, где спрятан сундук, можно лишь прочитав книгу Фена «Страсть погони» и расшифровав 10 подсказок, спрятанных в тексте. Книга вышла в 2010 году, и тогда стоимость клада по оценке Фена составляла 1 миллион долларов. По условиям коллекционера, он дает фору кладоискателям, но лишь до того момента, пока клад не вырастет в цене, до 10 миллионов долларов. Тогда Фен сам заберет его. За прошедшие 7 лет не менее 65 тысяч человек отважились подняться в скалистые горы, надеясь отыскать сокровища. Они подходили к горам с разных сторон, из Вайоминга, Нью-Мексико, Колорадо и Монтаны. Однако на данный момент счастливчика среди них не нашлось, а вот в погоне за сокровищами погибло уже четверо человек. Последний погибший кладоискатель сорвался со скалы 20 февраля 2018 года. Но поток желающих получить вожделенный клад не уменьшается. Тем более, что Форест Фен подогревает интерес амантюристов, утверждая, что до сундука может добраться и 80-летний старик. А что вы думаете по этому поводу? Напишите свое мнение в комментариях. Кому понравилось, поставьте лайк. Подпишитесь на канал. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok